Гибель человечества, религия, это ошибка, ребят. Мужчины обабились, Дробышевский. Денислав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько еще ждать гибели человечества, как биологического вида? Ну, оценки разные, понятно. Вообще, большинство биологических видов вымирают. Это просто математика. Вот из всех там миллиардов, которые существовали, почти все вымерли, осталось только какие-то крохи. И средняя продолжительность жизни вида от появления до исчезновения где-то 2 миллиона лет. Наш рот появился 2,5 миллиона лет назад. Ну, это, правда, не вида рот, но это очень мелочи и детали систематические. Так что чисто математически мы можем вымереть. И, ну, следует заметить, что мы довольно особенный вид. Ну, по крайней мере, у нас есть свои преимущества. Во-вторых, в среднем 2 миллиона лет это значит, что, в принципе, а как это подсчитывалось, мне интересно, ну, тоже, тоже довольно интересно, что это просто математика, да. Интересно, как это подсчитывалось и откуда он знает, сколько жили все виды на Земле вообще. Я думаю, я думаю, биология даже представления не имеет о том, сколько видов на самом деле существовало. И я думаю, нормальные биологи тоже подозревают, что это так. Ну, по крайней мере, потому что, ну, наверное, существовали виды, которые не сохранились. Например, да, ну, я, может быть, не прав, конечно. Я, может быть, не прав, и поэтому оценивать, сколько они жили, довольно странно. Да, бывает, небыдлогов. То есть, довольно странное утверждение, честно говоря. Честно говоря, то есть, из нашедших видов, из тех, которых мы нашли, мы нашли, там, не знаю, крайние окаменелости, посчитали, сколько вид существовал, условно. Да, вот окаменелость, там, она жила, там, 2 миллиона лет назад, а вот это 4, значит, вот 2 миллиона. Вот так подсчитывались. Это же очень не точно. Ну, это абсолютно не точно же, честно, если так подумать. Ну, ладно. Хорошо, допустим. Наука! Наука, ребят, запомнили? Наука. Главным образом, потому что мы уничтожили уже свою среду обитания. Это вообще частая причина. То есть, когда кто-то появляется, он начинает много-много есть и много-много гадить, уничтожает свою экологическую нишу, и ему на смену приходят другие. Ну, пока не очевидно, кто бы нам на смену пришел. Ну, крысы, голуби, как вариант. Вот. А то, что вот мы уничтожаем, и быстрее, чем все другие виды, это просто можно в окошко посмотреть. Так что, так, по общим соображениям, нам уже пора умирать. Ну, а глядя на темпы истребления всего, там, перерасстраты и перенаселение, ну, где-то, там, максимум 300 лет. Пффф! Что, блядь? Ладно, максимум 300 лет, допустим. Окей. Через 300 лет вымираем, ребят. Ну, по-моему, он тоже просто из головы выдумывает. Максимум 300 лет, ребят. Максимум 300 лет. Запомнили? Чекайте, чекайте. Ученый, блядь, сказал, печеный. Я просто не понимаю, зачем он это говорит. Ну, по-моему, очевидно же, что у него аргументации под это нет. Он просто вот взял и хуйнул, хуйнул вот так. Ну, более того, мы относительно, вроде бы, особенный вид. У нас, вроде бы, наука, блядь. Вроде бы, наука должна спасти нас от вымирания. Наука же, она работает, вроде бы, да. Если она не спасет нас от вымирания, ну, нахуя нам эта наука? И через 300 лет мы все умрем. Нахуя вы нам науку эту дали? Ну, если мы умрем... Смотри, стоп. Если Дробышевский считает, что вот мы умрем, несмотря на науку, нахуй нам эта наука? В пизду вашу науку. Я ебал ваших ученых. Каждого, каждого лично выебу. Если она настолько, в общем-то, недееспособна, ваша наука. Каждого лично нахую поверчу. Убийство это исключение или правило? Ну, смотря для кого. И смотря, кого убивать. Потому что человеческий вид, ну, опять же, род скорее хомо, он появился как... Так, к Сергею Левину и что думаешь о нем? Да никак я особо к Сергею Левину не отношусь. Ну, специалист. Ну, из США вроде бы. Вроде бы из США. Ну, вроде бы любит аналитическую философию. К Левину... Ну, я вроде бы собирался пригласить его на стрим общий. Но он вроде бы даже и согласился. Сказал после Нового года, вот этого года, после вот этого Нового года, до этого, когда был Новый год. Да, правда, после прошлого Нового года, типа, напишите мне. И я не написал, честно говоря. Я не знаю, о чем с ним разговаривать. У нас общих тем с ним нет. И ввиду этого я решил общий стрим все-таки не делать. При том, что, ну, вот я довольно нейтрально к нему отношусь. Неплохо, нехорошо. Ну, ну, это никак. Были видео, где я его, в общем, критиковал. Но критикуем мы, как обычно, всех. И это нормально. Это же стримы и все дела. При том, что, ну, вроде бы нормальный специалист. Вот. Такой хищник, в общем-то, ну, всеядный. Но пока мы были растительноядные... Ну, то есть при мне он не проявил себя как-нибудь очень-очень-очень-очень-очень-очень плохо. Как какой-нибудь там Лемон, там Васил и прочие... И прочие представители местной фауны, соответственно. Вот вроде бы у него все чистенько и хорошо и нормально. Кстати, приблизительно такая же позиция у меня по Кузнецову. Я мало что про него могу сказать. Тоже смотрели пару его видосов и тоже критика там была в адрес. Но нормальная у людей позиция. Можно спорить, можно работать, можно думать, можно развивать, как говорится. Лишь бы было желание. Мы были австралопитеками и там еще какими-то обезьянами еще более древними. А с того момента, как мы стали хищники и стали кого-то убивать, мы стали резко умнеть у нас и мозги. Я пока клип не сделал. Видите, на мне все волосы. Какую подругу-фричку, которая меня оскорбила? Кто это? Стали расти, орудия появились. Так что мы появились на убийствах. Ну, а если мы... Ну, в целом я согласен, если мы признаем теорию эволюции. Ну, мы как бы прирожденные убийцы. Мы много кого убили и много кого еще убьем и убивать будем. Ну, не знаю, убивать, 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 убивать. Как профессор я так считаю. Ну, убийство это тогда, ну как, чисто онтологически и чисто даже биологически. Очень нормальный процесс. Но мы не одобряем, конечно. А, да забейте на нее, короче. Тебе длинные волосы идут? Зря подстригся? Может быть. Но я сейчас буду для контента стричься. Будет клип под Моргенштерна. Я себе прическу, как у Моргенштерна, сделаю. То есть выбрюю вот здесь все и сделаю косичку здесь вот собранную. Потом я сбрею и все это. Ну, то есть я на волосы. Я вернусь к лысому состоянию и будем постепенно вот так вот отрастать тоже. Мне, как обычно, мне не трудно подстрижься. Для меня тело это как бы... Как это сказать? Холст для искусства. Ну, или для перформанса. Пойдет. Сработает, я думаю. Убиваем каких-то зверюшек. То, собственно, что бы нам не убивать и друг друга... Ну, не то, что я призываю кого-то убивать. Но эволюционно имеется в виду. Но эволюционно проблем с убийством вообще никаких нет. Это к вопросу, кстати, об оправдании морали. Не, не пойду, Бобер, шоп, ну что? Нафиг. Это, кстати, к вопросу о христианском оправдании морали. Особенно о тех христиан, которые пытаются совместить науку и христианство. Неожиданно, да, получается, что в контексте эволюции убивать вполне так себе, ну, иногда выгодно, иногда нормально. И могут быть такие ситуации, когда убийство приведет к тому, что это обеспечит вам выживаемость. И, соответственно, ввиду этого вы, ну, прокачаетесь. То есть, ваш вид останется жив. Согласно механизмам, естественным. А у христиан, ну, хотя сами они исторически убивали нередко. И, в принципе, они легко могут отвечать на агрессию. То есть, как я понимаю, у христиан нету особых каких-то противоречий с тем, что вот если на вас агрессируют, на вас нападают, можно защищаться. И христиане, например, русские христиане, в том числе русские православные христиане, они любят строить из себя жертву, а потом пиздить всех вокруг. Вообще, очень стандартная модель поведения для многих христианских государств. То есть, мы сначала выставить себя жертвой. Вот у нас русские на Донбассе, например, у нас русские в Крыму. Давайте отожмем Крым. То есть, мы сделаем военное действие. А, нет, там нас обижают. Роман пишет, теория революции и христианства несовместимы, на мой взгляд. Ну, на мой, собственно, тоже. Просто потому, что христианство противоречит научной методологии. Потому что христианство допускает метафизику. Метафизику, которая, причем, влияет на наш естественный реальный мир. Причем, влияла регулярно, постоянно на протяжении почти всего Ветхого Завета. На протяжении, в том числе, Нового Завета, сам Иисус Христос. Это очень метафизическое влияние на мир. А метафизика внутри нашего мира, она как-то немножко подбивает авторитет научного метода. То есть, показывает, что на самом деле могло быть многое. Могли быть чудеса. Господь, Бог мог что угодно сотворить. А может быть, даже и шести днев был. А может быть, даже и шесть тысяч лет существует мир. Просто вот Бог щелкнул. Чпуньк так. Чпуньк. И у нас все вот эти вот слои с окаменелостями появились. А может быть, как говорят прекрасные, замечательные, странные баптисты. Или как там их. Что у нас под землю. Что вот люди были исполинами и катались на гигантских динозаврах. Там вот такая фигня может быть. Вообще все, что угодно может быть. Ну, возможно, если позовете Дробышевского, я с ним с удовольствием побеседую. Но в личных беседах я, как вы знаете, более мирный, чем вот в таких просмотрах. Но здесь я с Дробышевским согласен. Если мы принимаем теорию эволюции, соответственно, у нас с этической парадигмой возникают некоторые проблемы. Ну, потому что убивать нормально. Нормально. Иногда не очень нормально. В своем племени убивать не очень нормально. Племя вымрет. Ну, премя вымрет. Люди стайные существа. Люди, в общем, в стаях обитают. Убивать внутри своей стаи. Ну, не очень круто, короче. Круто, когда один лидер убивает там кого-то, чтобы показать свою силу и сплачивает вокруг себя людей, допустим. Но не круто, когда он убивает всех своих друзей. Допустим, своих коллег. Нехорошо. Круто, когда эти коллеги вместе собираются и убивают всех остальных. Вот это круто. И, кстати, человеческие войны, они тоже в этом направлении тоже двигаются. Так что, вот. И поэтому, да, убийства сплошь и рядом бывали с древности. Самый древний пример убийства это 2,5 миллиона лет. Ну, может не 2,5, но где-то около 2 миллионов лет. То есть, как только первое орудие... Алекс Тропиш, для христиан убивать тоже нормально. Да, но с оговорками. То есть, для христианина просто так убивать нехорошо. Убийство лучше в виде самозащиты, в виде нападения можно, но реже. Особенно там можно в очень таких-нибудь определенных случаях. То есть, надо найти оправдание. Нельзя просто так... Ну, блядь, давайте их ёбнем. Да, давайте их ёбнем. Вот так вот не получится договориться. Так в эволюции никакого морального посыла нету. Может, все зверушки попадут в ад. Перши, поперши, они не попадут, скорее всего. Я просто пытаюсь сейчас показать, что у нас, с одной стороны, есть христиане, которые пытаются в эволюцию и хотят, чтобы эволюция и христианство шли вместе под руку. Но тут многое не совпадает. А с другой стороны, есть атеисты, эволюционисты, которые хотят себе захапать христианскую этику, неожиданно отхапать, как можно больше её, короче, выжрать, и при этом отбросить всю метафизику прочь. Ну, это довольно христианский процесс, чтобы сказать. То есть, у нас есть христианская культура, и мы хотим не терять нашу мораль, как минимум. Ну и более того, все эти попытки описать христианскую мораль, как, не знаю, эволюцию, с эволюционной точки зрения, это обычно социал-дарвинизм. А социал-дарвинизм, он, ну, никакого отношения к реальной науке, вот такой вот биологической, не имеет. Это, скорее всего, ну, вот такая вот, ну, социология особая, особенная социология, так скажем. Появляются, тут же у нас есть первое убийство. И в последующем они были, там, и каннибализм, и всё, чего угодно. Но, да, тут важная такая ремарчика надо сделать, что, с одной стороны, конечно... Более того, я не вполне уверен, что признак религии передаётся генетически. Ну, потому что я родился в православном обществе, в православной семье даже, и вообще никаких следов православия. Я даже более того скажу, из всех христианских конфессий, православия эстетически, морально, и так далее, так далее, так далее, мне непонятно больше всех остальных направлений. Неожиданно. Кто мог подумать, но вот как-то вот так вот не устоялось. То есть, я более того, я одобряю каннибализм в любых случаях. Ладно, простите, зря я начал вообще, в принципе, про это говорить. Не одобряю каннибализм, вы понимаете. Это была шутка, я оговорился, прошу прощения, мои зрители. Я оговорился, это ужасно, это отвратительно. Ни в коем случае не подумайте, что я одобряю каннибализм в любых случаях. Но, если вам кто-то там, не знаю, что-то плохое сделал, я считаю, его вполне можно съесть. Убивали и обезьяну убиваю, те, что там шимпанзе и павианы, там кто угодно. Но наш вид как раз встал на рельсы доброты. И с самого начала мы становились все добрее, 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 что отражается в уменьшении челюстей, укорочение клоков. Трап, Алекс Трап пишет, что они болезнь, вреден для здоровья, серьезно? Блин. Увеличение мозгов. И вот те группы, которые регулировали вот эти вот убийства и делали их, может быть, даже и необязательными, порочными и такими вот порицаемыми, те как раз и выигрывали. И те вышли на рельсы цивилизации, ну вот мы в такой цивилизации живем, у нас считают, что убийство нехорошо. Give me heart. Это плохо, это ай-яй-яй, не надо никого убивать. И поэтому мы крутые, великие, нас много. И мы занимаем новые территории, там строим ракеты, там все, что угодно. А те, которые злые людоеды, они злые людоеды, одно слово. Ты за маленький троллинг, он меня оскорбил, что я? Строим ракеты и перекрыли Енисей. Кстати, из этого логичный вопрос вытекает, «А зачем и когда человек придумал Бога?» Ну... А в смысле отсюда вытекает? Каким образом? Есть куча гипотез на самом деле. Но вообще, строго говоря, религия – это ошибка восприятия. Ну, конечно, много-много всяких нюансов. А наука – это не ошибка восприятия, видимо. Ну да ладно, опять же. Но в целом история такая. Ну, забавно, что об этом спрашивают у человека, который к религиоведению ничего общего не имеет. Ну да ладно. Наш мозг очень сложный. И он склонен как бы поглощать информацию. Иногда он поглощает ее ошибочно. Кроме прочего, как в науке, например. Я, кстати, реально полагаю, что все научное поглощение информации, оно тоже скорее ошибочно, чем нет. Ну да ладно. Нет, что я не надо. Птишке склонно верить родителям как раз. Потому что родители в первом приближении плохому не научат. И чем лучше ребенок учится, чем быстрее он воспринимает, что ему там сказали, тем для него же лучше. Но у родителей тоже бывают ошибки в мышлении. Если родитель делает неверное умозаключение, взаимосвязи, там чего-то с чем-то, транслирует это ребенку, ребенок это не критично воспринимает. В отличие, кстати, от обезьян. Обезьяны очень критичны. Они все на своем опте воспринимают. Поэтому у них религии нет. Роман Медведев пишет. Я атеист, но не хочу им быть. С другой стороны, ни одна религия не подходит как быть. Ну, философы обычно приходили к решению данной проблемы довольно просто. Они создавали свои представления о чем-нибудь. Наиболее удобные и понятные, наиболее понятные такие тезисы, которые они могут более-менее там, не знаю, аргументировать, подтвердить. То есть, да, возможно, можно стать философом, который придумает себе свою собственную религию, в рамках которой ему будет комфортно. Ну, с другой стороны, может быть, у вас найдутся союзники. Вот вы сформулируете религию и неожиданно станете своеобразным таким кумиром для некоторой группы людей и соберете секту хорошую, тогда у вас будут еще и спутники хорошие по жизни. Вот тогда будет весело, например. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, вы себя в одиночество небольшое загоните. Ну, вам никто не запрещает во что верить. Тем более, если ваша религия будет похожа на что-то, например, на христианство, вы можете некоторое время косить под христианина и в их сообщество как бы внедряться периодически, а потом выходить, понимая, что на самом деле что-то немножко посложнее. Так, давайте вернемся к товарищу Дробышевскому. Вот, и, соответственно, когда появляется какое-то нелогичное представление о взаимодействии, там, да. Причем здесь и логика, и обезьяны. Причем здесь обезьяны критичны, потому что у них есть эмпирический опыт. Блядь, да как просто... Они феномены воспринимают. То же самое, что сказать, гидры, блядь, критичны, рыбы критичны, собаки критичны, а вот христиане не критичны, блядь, там, я не знаю, что за дичь. То есть он поставил сейчас обезьян, собак там и всех остальных из-за того, что они буквально воспринимают опыт, кстати, не подвергая его научной методологии никаким образом, я просто еще замечу дополнительно. Вот, они оказываются критичнее, видимо, религиозных людей. Я правильно понял? Мироздание с моральным таким еще довеском, как бы, да, что вот надо делать, потому что, вот это уже и есть, по сути дела, религия. Ну, у животных такие ошибки тоже бывают. Нужно заниматься познанием, потому что наука этим занимается. Ну, то есть наука тоже религия, получается. Нужно, там, не знаю, не врать в своих статьях научных, потому что это этическое убеждение, оно просто этическое, оно никак не подтверждается. Просто потому что. Есть научная этика, без которой наука не будет работать. Что на это скажешь? А вся этика работает по принципу, ну, потому что. Ну, да, наука не будет работать, потому что. Ну, нахуя нам, чтобы наука работала? Может, ответишь? Разделяю я позицию Декарта, что животное тупое говно тупого говна? Да нет, вроде не знаю. Дресировка на этом в немало степени поставлена, кстати говоря, и пресловутые опыты скиннера с голубями. Когда сидели в коробочке голуби, ну, и просто они там жили. А им из какой-то там... А, окей, хорошо. Обезьяны критичны, голуби некритичны. Все, понял. Падало зернышки там с определенным интервалом, независимо ни от чего. Но, когда голубь, допустим, там, взмахивал крылышком и выпадало зернышко, у него перемыкало в голове, что это зернышко упало, потому что он взмахнул крылышком. И он начинал взмахивать крылышком, и, чудо, зернышки выпадали, потому что они выпадали раз, там, в сколько-то секунд. И вот были такие... А ты можешь другие статьи прочитать с новыми экспериментами? Мне просто интересно, что ты в 2021 году обозреваешь все те же эксперименты, которые обозревались в 2010-м, когда я только начинал в эту тему вкатываться. То есть вы одни и те же, блядь, примеры повторяете. Причем хуевые примеры. Причем статья скиннера, она не говорит о том, что, блядь, у голубей есть религия. Или суеверие. Алло, блядь, чувак, проснись. Ну, как бы... Проснись, блядь, из своего догматичного сна. Статья скиннера, во-первых, не об этом, а во-вторых, вы уже 10 лет повторяете эту хуйню. Может быть, даже и больше, на самом деле, я просто не знаю. По тому же самому образцу работают представители разных религий. Ну, например, там, креационисты какие-то. Они просто повторяют хуевые аргументы постоянно. Вот постоянно-постоянно одну и ту же хуйню повторяют. При том, что эта хуйня, ну, как бы, вот, например, понятно, что к теории эволюции относятся, ну, очень косвенно, потому что, ну, вот, авторы не поняли теорию эволюции. Даже близко. Крис Фрид на основе экспериментов скиннера говорил о суеверности голубей. Ну, и на голову этому Крису Фриду нужно насрать, потому что он сказал херню какую-то. Суеверность голубей, вообще не понимаю, суеверие, должно быть, какой-то неправильная вера. Я не думаю, что в прямом смысле у них суеверность появляется. Как бы. Ну, вот, ну, вот, ну, вот не кажется мне. У меня нет достаточных оснований полагать, что они реально во что-то там верят, и еще суеверят, суеверят, понимаете? То есть, вот, интересно. Просто действительно интересно. Ну, просто, да, появляются определенные рефлексы, условно. Ну, это опыт про рефлексы, по сути. Вот голубь что-то делает, опыт, зорышко упал, у него рефлекс начинает вырабатываться. Как собака Павлова, блядь. Это реально как собака Павлова, условно. Эксперимент скиннера, это более поздний, проведенный эксперимент почти то же самое, что у собаки Павлова, только немножко более другие механизмы смотрелись. Если Павлов был физиологом и следил за пота отдельно, за отделением слюны, то здесь немножко более сложные действия. Ну, вот, не отделение слюны, которое вроде бы автоматическое, а какие-нибудь там более сложные механизмы. Типа, о, крылом махнуло, а, голову повернуло. То есть, это немножко не про то. Это просто про условные рефлексы речь здесь идет, и я, честно говоря, не понимаю, какие тут нахер суеверия. И я еще больше не понимаю, почему они за 10 лет не разгадали загадку скиннера. Загадка скиннера, она неразгадываема, видимо. Ты же не специалист по биологии или психологии, в отличие от Дробыша и Фрита. Но, по-моему, Дробыш не специалист по психологии, да и в биологии, на самом деле, судя по всему, он только на уровне антропологии хорошо шарит. И суеверие это не область биологии. И даже, наверное, не область психологии, небыдлогоб. И о какой психологии животных можно, блядь, говорить вообще в принципе? И о какой психологии суеверий животных можно говорить? Ну, суеверие это очень человеческое, культурологическое понятие, и я его забираю у этих долбоебов, у биологов и психологов, и как бы вот так вот им в лицо, вот как философ, там как культуролог, допустим, как человек близкий, по крайней мере культурологу, я отбираю у них это понятие, они не умеют его использовать, все, все, забрал. Более того, изначально в экспериментах Скиннера, как я понимаю, это слово не употреблялось, то есть там не было речи о суевериях, там не было тезиса, что мы доказываем суеверие. Существует ли причина следственной связи, ну, смотря в каком смысле и где, в голове у нас, видимо, существует, точно. И голуби, которые целенаправленно начинали что-то такое делать, ну, и у разных голубей по-разному, один там крылышком взмахнул, другой там клювом щелкнул, ну, там по-разному. Суеверие относится к религиоведению чешо, да, к культурологии религиоведению. Религиоведение может изучать проблему суеверий. Это очень смежная тема с религиями. Вот, вот у людей примерно то же самое, то есть когда, ну, не знаю, там молния стукнула, да, и у человека там что-то хорошее случилось. А у него уровень, как бы, дискурса на уровне, я не знаю, он деревенщина, по данной теме, по крайней мере. Ну, мужика, молния стукнула, а он такой, блядь, меня стукнула молния, второй раз стукнул, блядь, меня в два раза стукнула молния, наверное, я молния стукотебельный, блядь. Теперь надо что-то делать, там, вот сальто, прыжок сальто делать тогда не будет. Нет, он, Алекс Трап, он просто неправильно рассказывает об эксперименте скиннера и просто про суеверие пиздит, все. Ну, значит, мол, не так добру, мол, не стукнула, что-то плохое случилось, значит, мол, не это, там, ковреду. Психология, блядь, вот, вот, психология, она вот так работает. Ну, вот, вот, значит, так. У человека вообще никаких представлений о психологии нет, судя по всему, он даже ни одной книжке не читал. Ну, я почти уверен. А также люди иерархичные, как, в общем-то, и многие другие приматы, ну, не столь жестко, как Павиан, но, тем не менее. И когда у нас есть иерархия, есть семья, там, какой-то, да, там, самец главный, вот, есть там группа, там, вожак какой-нибудь главный. Нет, он просто действительно поражает, что именно этот пример держится столько уже времени. И, по-моему, он довольно слабый. И при чем здесь голубь? И при чем здесь, казалось бы, голуби и религии? Голуби и бог. Зачем и когда человек придумал бога? Зачем и когда человек придумал бога, ребят, вопрос. Голуби, блядь, скиннер, скиннер голуби. Это работает по принципу каких-то очень абстрактных ассоциаций. Бог, религия, суеверие, голуби. Скиннер, вот, как-то так. Понимаете? Тыш, 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 тыш. Главный, есть несколько групп, и там, самый главный вожак. Я не уверен, что он читал скиннера, а не подлогов. Самый главный. Потому что он говорит, я не уверен, что он читал скиннера. Мюра, а, Мюра, гений. Ну, это уже на уровне, там, неолит, когда много маленьких таких групп, да? Да, Роман, на канале Атеист, 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 очень много кринжа, особенно по поводу молитвы. Ну, и люди, к сожалению, не понимают принципы молитвы, что это, ну, это не то, что мы приходим, как бы, в храм, говорим, Господь, дай нам тачку, и выходим из храма, и у нас тачка под нашим именем уже зарегистрированная, Господь нам ее подарил, да? И мы не можем это фальсифицировать, и вообще, молитва, она не столько для того, чтобы Бог совершил нам что-то классное и крутое, а она для нас, собственно, для нас именно, для внутреннего нашего мира, а не для внешнего, по большей части. Вот. Значит, Фрита, как минимум, если упоминает свою веру голубей, Фрит, психолог, не Белагоп, я не уверен. Блин, какая психология голубей вообще? Что за хуйня? Что за Фрит вообще? Что это? Фрит какой-то. Фрит. Сейчас я, короче, посмотрю. Фрит. Крис Фрит. Английский нейробиолог и нейропсихолог. Он что, с голубями работал? Лондонское Королевское Общество. Обучался, естественно, наукам в Кембридском экспертизе. Это так. Один из авторов статьи, за которую была дана Шнобелевская премия по медицине в 2003 году за исследование гиппокампа лондонских таксистов. Так. Когнитивные науки. Один из пионеров. Сканирование мозга. Я не вижу ни одной темы, которая связывает его с голубями. Скорее всего, Дробышевский просто послушал лекцию Панчина. Панчин послушал лекцию докинза-кокинза-хуйокинза. А кокинза-хокинза-хуйокинза какую-то хуйню еще послушали. И, возможно, они даже про товарища Фрита не очень что-то и знают. Это раз. Во-вторых, Фрита он нейробиолог и нейропсихолог. То есть, он не работает с животными, судя по всему. То есть, он не нейробиолог у голубей и не нейропсихолог у голубей. Он для людей нейропсихолог. И речи о суеверии у голубей это кринж. Это выход за его специальность. Далекий выход за его специальность. И здесь даже товарища вот этого Фрита, Фрига, Фрига, неважно, можно попинать мое почтение сколько угодно. Если это так, как вы говорите, не бодлогов. А, вот. Джон Дой, вот вы на психологическом учитесь. У вас есть кафедра психологии голубей? А еще лучше нейропсихологии голубей. Ну, ибо хотелось бы узнать о такой специальности. Да, давайте даже попробуем вести. Может быть, такое есть. Ладно. Шат, кто самый гейский гей? Докинз, Панчин, Деннет, Краус, Дробышевский, Лидин. Так они вроде все натуралы. Все враги антисиентизма натурала, Чигер, понимаете? Запомните это. Человек хотя бы. Ну, и есть какой-нибудь там фараон условный. Ну, а если есть главный... Да, зоопсихология существует, но у меня есть подозрение, что этот опыт там, если и трактуется, то очень поверхностно. Ну, то есть, я не думаю, что на этом опыте что-то сильно основывается. С другой стороны, у меня есть подозрение, что зоопсихология не так хорошо развита, как нейропсихология. Нейропсихология сейчас одна из топовых дисциплин, и она на людей, прежде всего, основана, заточена. Тут как-то так. И зоопсихология, как я понимаю, очень молодая, относительно молодая дисциплина. Ну, вот. И фрик вряд ли был зоопсихологом. Есть у меня такие подозрения. Можете попробовать их опровергнуть, поскидывать ссылки. Я признаю, что если я буду неправ. Значит, должен быть еще главный над главными. Мы же знаем, что рядом другое какое-нибудь там новое государство, и там свой фараон. И стало быть, должен быть кто-то главный над всеми фараонами. Ну, мы его не наблюдаем, значит, это бог. Ну, это еще один элемент, как бы вот этой религии. Понятно, что их было много. И практическая прям... Спокойной ночи, Чигир, спокойной ночи. Положение. То есть, когда люди начинают жить большими коллективами, надо их организовать. Ой, бля. Модель объяснения появления религии очень классная. Мое почтение. Фараон должен быть фараон над фараонами, и фараон над фараонами, и над фараонами. Еще фараон над фараонами, и фараоны, и фараоны, и фараоны, и фараоны. И над фараонами еще фараоны должны быть, видимо. Это же логично. Что самое главное, видимо, все религии по одной схеме появлялись, наверное. Вот у меня есть подозрение, что нет. У меня есть подозрение, что религии появлялись по довольно разным механизмам и схемам. Ну и, например, христианство, оно появилось в очень интересной культурной, социальной, религиозной, условной, философской среде. То есть, христианство, оно было смесью огромного количества, ну, некоторого количества очень глубоких, интересных традиций. А как вообще Бог появился? Ну, это вообще трудно, это труднейший вопрос. По крайней мере, потому что судить о нем с точки зрения религиоведения было бы довольно трудно и поспешно, ввиду того, что есть... У нас естественная величина группы. Насколько я понимаю, Егор Звонов, он придерживается из всех направлений психологии, вот советского более-менее. Вот советская такая марксистская психология, есть такое направление, так что... Да не, нормально, скорее всего. Скорее всего, работает. Скорее всего, даже учитывает опыт коллег все равно. Это же нормально, что разные направления учитывают опыт друг друга. Это где-то там 30 индивидов, ну, там 50, больше вы просто не докричитесь. Вот, и когда вам нужно сорганизовать большую толпу, чтобы выкопать канал, построить стену, чтобы соседи не набежали, еще что-нибудь такое героическое сделать, ну, это можно делать убеждением, но, как практика показывает, это плохо работает. Можно принуждением, но, опять же, в одиночку, с палкой, вы не принудите 200 человек и не принудите еще. И, соответственно, идеологически это делать оказывается гораздо проще. Ну, это нормально, что вы постоянно западные источники цитируете. Ну, я вообще, насколько понимаю, может, я ошибаюсь, когда я говорю, насколько я понимаю, это значит, что я не точно знаю, что я не буду пытаться сейчас вам впрягаться за то, что Звонов какой-нибудь, не знаю, Совок, у него все в Совке и психология в Совке. Вроде у меня были такие подозрения, что вот у Звонов основной уклон в советскую психологию. Прям вот, прям вот отдельные направления есть в марксистской психологии. Насколько я понимаю, насколько мне мои товарищи-психологи рассказывали, и насколько я понимаю, Звонов куда-то вот туда смотрит обычно. То есть, если сказать, что это надо ради высшей цели, ну, а высшая цель, это, опять же, религиозная, лучше всего, заходит в голову. И религия, оказывается... Ну, не во всех религиях, может быть, могут быть высшие цели. Это очень хорошая практическая штука для сплочения коллективов, для единомышления, чтобы все одинаково думали. И религиозное общество оказывается успешнее нерелигиозных, потому что они лучше объединяются и предсостоят соседним. Идет отбор, фактически, такой на уровне общества, ну, отбор мемов, как можно говорить. Отбор мемов. Вот. И религиозные общества, они занимают большие территории, распространяются. И кто верит в эту же религию, да, он как бы свой. Соответственно, его не убивают, он получает всякие там преимущества. Интересно, потому что не все религии, ну, как иудаизм, христианство, ислам, то есть своих убивать не принято в этих религиях. В некоторых религиях не принято убивать своих, да, считается, что это нехорошо. Но не все религии такие. Некоторые религии могут вас взять и распихать по непосредственно разным стратам. В одних стратах надо будет убивать, в других не надо будет убивать и так далее, так далее, так далее. Вот такое вот. ...ущества и вот самые успешные религии, которые лучше всего отрегулировали всякие там минусы, вот, они распространяются со страшной силой. Ну, я не уверен, что именно эти религии лучше всего урегулировали свои минусы. Это тоже интересный вопрос. Опять же, тут опять же такая оценка, нефальсифицируемая оценка. Так же, когда речь идет у эволюционистов о естественном отборе, да, естественный отбор, я напоминаю, он нефальсифицируемый. Как подтвердить, что что-то, ну, происходит не путем естественного отбора? Почти все, что произошло, типичный биолог может объяснить с точки зрения естественного отбора. Вот эти выжили, ну, значит, наверное, так. Вот эти выжили, значит, наверное, как-то там, вот так все сложилось. Естественный отбор, отобрались по этому признаку, они молодцы. То есть любой признак можно назвать, ну, не любой признак, любой признак хороший, имеющийся, полезный, причем относительно, всегда относительно, относительно полезный для вида, можно назвать вот этим вот естественным отбором. А на самом деле это просто нефальсифицируемая абстракция. И то же самое он сейчас с религией пытается провести. У него реально, ну, биология головного мозга, он пытается анализировать религии биологически, биологизаторски. А это, ну, наверное, не очень правильно, по крайней мере, по той причине, что биология, она не разбирает тексты. То есть она не разбирается в содержании религии. Ей не особо интересно, что там в религиях. А религиоведение, оно как раз занимается исследованием текстов религиозных и обрядов религиозных и многих других вещей, которые так или иначе с религией связаны. То есть биолог, который всего этого не знает, пытается нас убедить в том, что, ну, вот какие-то такие механизмы очень сильно их упрощает и хотелось бы что-то посложнее, на самом деле, поинтереснее услышать вместо того, что мы слышим. Ну, да ладно, опять же, просто человек уже много лет занимается этим делом, спорит с религиями, опровергает Бога, у него до сих пор такая позиция по этому поводу. Я понимаю, что она расфоршена, что у нас докинсы, что мы играем на определенную аудиторию, но как бы, ну, вы должны, наверное, эволюционировать хотя бы местами, у вас должны, ну, эволюционировать мировоззренчески, у вас должны быть новые аргументы, взгляды какие-то. Ну, за 10 лет. Такой огромной толпой людей. Грех приводить все еще те старые аргументы Скиннера и рассказывать про фараонов-фараонов, фараонов на фараонах, уквадраченных 10 тысяч раз. Ну, такое себе. Слишком, в общем-то, просто и непрофессионально, и дофига. И теперь у нас есть мировые религии. Ну, есть и неудачные религии, которые там как-то появились, тут же изогнулись. Ну, в принципе, это не отрицает то, что вы сказали возможность существования бога. Ну, возможность не отрицает, есть возможность существования сипулек, например. Ой, блядь! Сука, сипульки! Как он заебал со своими ебанными сипульками просто, у меня, не знаю, жопа с этих сипулек горит. Сипульки. Ничего не отрицает возможность существования сипулек? чувак чё ты киваешь выгони нахуй этого дебила этого идиота к черту я даже не знаю что это но наверняка вам не отрицает же а мужик нынче обабился то есть у нас опять же со времен там каких-то проконсулов астралопитеков уменьшение полового диморфизма половой диморфизм это различия между самцами самками ну там мужчинами женщинами у человека и это все время уменьшалось как раз потому что мы становились добрее вот эти мордатые брутальные мужики я удалил джон да я ничего не удалил это как раз эти альфа-самцы повышенная ирархичность повышенная агрессивность и это минус для общества потому что тогда они начинают бороться внутри себя а соседи более добрые сплоченные согласованные побеждают и у нас вот этот пола диморфизм все время падал всю эволюцию вот ну поэтому да по сравнению с какими-то астралопитеками набавился но хорошо это к добру за счет этого мы добрые замечательные ну и тут еще же как я сейчас говорю про биологическую сторону на масштабе миллионов лет обычно когда вот такое произносят что имеют ввиду последние там десять лет да какие-то личные впечатления свои там какие-то обидки и непонятки до обычно тех на нас критикуют имеют ввиду какие-то обидки непонятки последние 10 лет запомнили это все это всегда так ребят запомните все наши критики они дураки это всегда это вообще без исключения просто и и про поведение а не про морфологию да и не про биологию строго говоря про социальные всякие вещи вот но тут это уже ну да социология хуйня же все-таки а биология 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 она же на протяжении миллионов лет она следила за людьми лично лично следили наблюдали в общем-то все видели все видели все знали уже скорее психологом вопрос почему от конкретный человек что там считаешь вот эти оба бились эти не оба бились это уже ля-ля но если биологии то у нас да снижается нет хорошо а у кого больше шансов на выживание у красивых но глупых или умных но страшно ночью у красивых умных на самом деле ну какой-то такой искусственным непонятно что такое красивый вот с этого начнем и кстати не так уж понятно что такое умный тоже одновременно непонятно вот у нас есть сообщество ученых честно говоря у меня есть подозрение что среди ученых далеко не самые умные люди собрались ну по крайней мере есть сообщества в которых умные люди единятся почаще кинтом отдельные философские школы где реально побольше у людей ну ты на по умнее с большей там фантазии с большими там не знаю способностями интеллектуальными которые более сложные логические структуры не только логические могут себя в голове складывать большинство ученых но это как бы роб роботы алгоритмы которые выполняют определенные функции в рамках своей работы таким людям не обязательно быть но очень умными и ввиду этого но многие ученые не очень умные но пример дровышевский пример панчин пример докин зовут пример огромное количество преподавателей ваших вузах пример огромное количество преподавателей в любых вузах это все тоже ученые иногда с очень неплохими степенями но при этом интеллекта им явно, ну как явно, относительно обычного быдла, конечно, хватает, но это далеко не самые умные люди в мире, далеко не самые красивые люди в мире, Докинс ученый, конечно. Шалом, я нейтрально отношусь к понятиям о красоте, ну вроде женщины считают меня красивым, и мужчины считают меня красивым, а этого достаточно, пусть будет так. Вот. И в данном случае, конечно же, проблема заключается просто в том, что у нас критериев для оценивания ума и красоты нет, а критерии красоты, очевидно, с годами менялись. Ну и критерии интеллекта с годами менялись на самом деле. Ну правда, критерии красоты разительно менялись. Когда-то были популярны толстые женщины, сейчас там худые модельники женщины, потом будут там популярны женщины с бородой, как Дробышевского, там, например. Будем жарить бородатых женщин, там, лет через 20 тысяч, через 200 лет будем жарить бородатых женщин, может быть. А может, они нас. А может быть, и они нас на самом деле. Предпоставление вообще лучше всего у красивых и умных, и поэтому мы становимся все более благообразные. Ну, кто-то может говорить, что фу, обаивились, как бы, да, вот, но... Ну, Фейман не самый глупый, кстати, даже из ученых. Фейман более-менее местами еще и неплох. То есть он даже в своем научкопе не уходил в кринжатуру такую, какую уходят Докинс и Панчин. Это он сам же будет это демонстрировать. Но мы становимся грацильнее, у нас челюсти уменьшаются, зубы уменьшаются, но дровные дуги уже далеко не как у пятикантропа, да, там всякого рельефа затылочного, сагитального там нету. Мускулатура меньше стала, потому что мы умные стали, нам не надо великую мускулатуру. Мы лопату изобрели, и даже такими ручками можем копать, а самые умные даже еще и экскаватор придумали. Вот, и поэтому у нас отбор идет целиком, он не идет по частям, нет такого, что вот... Ну, кстати, я еще даже замечу, что можно получить Нобелевскую премию за хуйню условно. Ну, как хуйню? То есть Нобелевская премия дается вам за удачное открытие. То есть за что дали Эйнштейну Нобелевскую премию? Не за то, что он великий теоретик всея мира, вселенной и галактики, а за то, что он красное смещение обнаружил, как я понимаю, или что-то вроде того. Вроде бы какая-то хуйня практическая. Просто взял и открыл какой-то интересный факт. Вы понимаете, в чем дело? Хорошее, громкое, интересное открытие, оно может выпасть на долю огромного количества ученых. В рандомном порядке. Даже более-менее в рандомном порядке. Вот вы исследуете разные штуки, и обычно в процессе исследования... Ну, фотоэффект, да, фотоэффект, окей. В процессе исследования, соответственно, тех или иных проблем, вы чаще всего натыкаетесь на неудачу. Ого, Никит Осман и Гатари ездил к философскому мнению. Мое почтение. Надеюсь, у них крутой эфир был. Так вот, самого важного. То есть, вы можете быть, в принципе, довольно среднестатистическим ученым, или даже отличным, гениальным ученым, но вам просто выбираете какие-то направления исследований, и вам просто не везет. Результата в итоге нет. Большинство исследований, они приводят как раз к неудаче обычно. А для того, чтобы получить Нобелевскую премию, нужна удача. Да, как вы написали, конкретные открытия. А конкретные открытия, они скорее случайны, чем закономерны. И просто ввиду того, что куча людей пробует сделать какие-то конкретные открытия, иногда конкретные открытия открываются. Иногда, в общем, так получается. Почему они чипировались? Ну вот пока не успел. Мне дороже ехать просто, чем чипироваться. В общем, вот как-то так, небыдлогоп, вот здесь получается. То есть, да, за конкретные открытия, ввиду того, что это конкретные открытия, в принципе, Нобелевскую может получить человек даже, ну, очень неумный. Более того, чаще всего люди не делают открытия в одиночку, они делают это в коллективах, и чаще всего это не самые умные коллективы тоже. Но определенные алгоритмы эти коллективы выполнять могут, и этого достаточно. Там красота отдельно, да, там интеллект отдельно. Круто, Маркус. Да, ну вместе в здоровом теле, здоровый дух. Не, я не антиваксер. Так что, красивые и умные. И пока процесс шел в эту сторону. Другое дело, что есть ли такой отбор сейчас, вот это, честно говоря, большой вопрос. Потому что нынче выживают вообще все подряд, и плодятся вообще все подряд. И у нас сейчас идет классический дестабилизирующий отбор, когда выживают все. И к чему это приведет, большой-большой вопрос. Но пока в эволюции дестабилизирующий отбор обычно к вымиранию приводил. В связи с этим вопрос, а как вам кажется, что большее из отвращения? Тест Холиды или Твиги? Условно говоря, бодипозитив или анорексия? Что-то фигня, что-то фигня, как говорил классик. Ну, то есть, у нас есть норма. Норма это то, что наименьше всего вредит здоровью, это вот оптимум здоровья. Есть границы нормы, они довольно широкие. На самом деле, у современных человек они даже очень... Ну да, согласен. Границы нормы довольно широкие. И в принципе, кстати, многие из них могут под бодипозитив подойти. Бодипозитив в этом смысле более широкая традиция. То есть, она принимает всех условно. То есть, бодипозитив непонятно. То есть, бодипозитив это не автоматически, ты жирный. То есть, это как бы вот так работает. Не то, что ты жирняй, блядь, ты жир! Жир, блядь! Просто килограммы, тысяча килограмм короче. Не-не-не-не-не-не. То есть, в принципе, 80 килограмм включено. То есть, вот, например, мы не очень хорошо относимся к девушкам, у которым 80 килограмм. Ну, я, например, я бы не стал встречаться с девушкой, которая весит 80 килограмм. Вообще мой, наверное, предел это 60 килограмм, причем с любым ростом. Я не очень люблю очень высоких девушек, во-первых, да. И если она очень высокая, лучше бы она просто худенькая была. Как можно более вот худая, если она высокая. Если она низкая, можно немножко прибавить как бы. И соответственно у меня условно вот такой диапазон до 60. Это мой личный вот критерий отбора. Притом лучше 50. Лучше 45. 45-50 вообще изич, на изичах, короче, круто. А с ракет вообще класс, короче. С ракет охуенный. Ладно. К сюда нормально отношусь. Очень широкие, но всегда найдется там по, не знаю, там 2,5 или там 5% патологии. Когда человек еще живет, но ему уже реально от этого плохо. И соответственно и бодипозитив в таком, ну, в этом, катастрофе. Ну, бодипозитив учитывает огромное количество диапазона разных действий. Это прежде всего не про жир просто. Это не, ну, карлицы, не, мне карлицы не нравятся. Метр 55, метр 60 нормаса. Вот ниже не очень, ни выше не очень. Ну, выше тоже, выше норм можно. Да не, мне просто это... Ладно, забейте, забейте, все, не будем. Просто в техническом варианте, да? То есть, исходно-то бодипозитив это классная вещь. То есть, это вообще про вещи, которые... Ну, это про этику прежде всего. Азиатки круче, да. Ну, азиатки, они, кстати, чаще-менее рослые и нормальные. Ну, короче, бодипозитив-то в том числе про то, что если ты руку отхуярила, то, что люди не должны к тебе плохо относиться, что ты инвалид, например. И ты какие-то функции можешь выполнять, чтобы тебя не шимили за то, что тебе руку отрубили. То есть, в бодипозитиве как таковом очень много здравого зерна на самом деле. Очень много всякого такого интересного. То есть, когда мы видим человека без рук... Блин, я, кстати, однажды помню девочку в детстве. Я с ней гулять ходил в школе. И мы с ней могли как бы встречаться даже. И мы, в общем, позвались гулять в парк в Питер. И в итоге оказалось, что у нее пальцы отрублены, обрезаны. Там некоторые наполовину, некоторые полностью. Там некоторые остались немножко. То есть, у нее с пальцами какие-то пиздец проблемы были. И мы с ней больше не виделись после этого. Ну, такое себе, короче. Вот. Но сейчас я на самом деле, ну как... Вот не знаю, как бы я сейчас на это отреагировал. Сейчас я более спокоен в этом плане. Но в детстве, лет там, не знаю, в 16 на меня это произвело очень сильное впечатление. То есть, это было довольно неожиданно, честно говоря. Когда она достала телефон, она все время руки прятала при этом сначала. А потом достала телефон и бац! И я такой... Ну, я с ней целовался, конечно. Ну, как говорится, если есть пизда и рот, значит баба не урод. Я с ней даже целовался, а потом мы больше не виделись. Вот. Silent Voice смотрели ли? Нет, не помню. Короче, такое. Может быть и врожденные, кстати, такие пальцы. Может быть, Happy Moscow, то может быть. Но вот в свое время меня это, да, немножко так... Ну, я как бы, знаете, морально так поцеловался. Типа, ну окей, хорошо. Тем более, она сама лезла целоваться в данном случае. То есть, не я, не я напал и набросился. Она, короче, сама активность проявила. Ну, пришлось целоваться, как говорится. И я потом слился. Так, 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 так. Мягко слился, короче. Но она симпатичная была. Она в целом была довольно симпатичная. То есть, на самом деле, если бы, если бы у нее, как бы, все было нормально с пальцами, прошу прощения за такое высказание, скорее всего, у меня первые отношения состояли бы не в 19 лет, а в 16. Вот. Но, что-то вот как-то я тогда труханул немножко. И бодипозитив, которого тогда еще не было, или он не был в России популярно расфоршен, вот он бы мог бы мне помочь и так далее, что-нибудь вроде того. То есть, сейчас я, наверное, поспокойнее к этому бы отнесся, значительно поспокойней. Хотя я не бодипозитивщик, но я разные идеи начал рассматривать, пытаться там понимать людей с разных позиций и так далее, и так далее. Ну, вы знаете. Ну, можно, да, и протезами попробовать пофиксить. Перчатками там, какие-то протезами, что-нибудь такое. Да, вообще, в принципе. Вообще, король в голубом можно, да, без проблем. Чтобы там не было социального унижения, отторжения и все такое, да? Да, да, да. Бодипозитив это про это, в этом нет ничего особого плохого. Но, с другой стороны, да, иногда в... То есть, смотрите, в определенных больных случаях, вот эти самые 50%, 0,5%, про которых говорит Дробышевский. Вот в таких случаях бывает. Вас так травмировало, что на 3 года взяли отгул? Да нет, я просто не самый общительный человек на протяжении всего времени был. Ну, и, в принципе, не особо представлял, как с женщинами надо общаться, чтобы был какой-то успех. И поэтому, в основном, все остальные мои загоны, они были, вот, не очень удачными. А вот здесь прям все было ровненько, хорошо и чистенько, но в итоге как-то такое. Круто, хэппи москватов, вы вообще крутой. Вот я не смог так сделать тогда, вот я так не смог сделать. Если бы, я не знаю, если бы я придерживался своей философии в 16 лет, которые у меня сейчас, наверное, было бы значительно проще. Более того, что я уже знаю, что есть такое, как там, бодипозитив. К этому можно отнестись хорошо. И да, иногда бодипозитив дает сбои, когда у нас есть особо толстые тетки, он может их поощрять, но это очень редкие случаи. То есть бодипозитив, наверное, это прежде всего, ну, это антиэстетическая, ну, как антиэстетическая, антиопределенная, против определенной эстетики, выступающая направленность определенная. При этом, ну, он неплох. С другой стороны, у меня вроде бы есть у самого какие-то вкусы к женщинам. И они очень не сходятся с бодипозитивом. Я прям, по своим вкусам, я все-таки антибодипозитивщик. А в предельном варианте, вот как сейчас есть все это понимается, это просто люди, которые не умеют следить за собой, напрягают всех вокруг и кричат, что... Кем, блядь, понимается? Кем понимается конкретно бодипозитивщиками? Это так обычно не понимается, Станислав. Мы так хотим, значит, нам так можно. Но тут они переступают присловутые... Белагопич толстых больше, чем инвалидов, разве нет? Но смотря откуда вы считаете, что кто-то толстый. Ну, то есть непатологическое... Наличие непатологического жира есть у нас всех, во-первых. Вообще у меня тоже и у всех. И даже у Жигана. Девушка Хованского. Смотря на каких эфирах, шалом. Вот на эфире Красовского она прям была, прям, наверное, 8,5, 9,10. Прямо она очень хорошо там. Ее очень хорошо сняли, красиво сняли. А на стримах, ну, может, она очень плохо камеру поставила. И там она, наверное, на 6, на 7 баллов была. То есть вот она, может, неудачно камеру там поставила. Но вот понимаете, по видео очень трудно определить, как красивая девушка или некрасивая. У нее интересное лицо довольно-таки. И вроде фигура красивая. То есть девушка вроде бы ничего. Но я ее не видел лично, я с ней не общался. И я ее в одежде только видел. То есть как я могу выставлять оценки, не имея всех параметров? И я их никогда не смогу получить. За границу, да, что делай все, пока ты не мешаешь другим. Ну вот, а они уже, бывает, что мешают другим. Я вот на самолете летаю, иногда рядом вот такой бодипозитивщик сядет, как бы. И вот мне грустно становится. Я-то тощий, как бы, да, а он на полтора кресла сидит. Я даже руку-то не могу подвинуть. А я, между прочим, в самолетах иногда пишу что-нибудь. Ну вот, и мне там ноутбук некуда. У меня ширины ноутбука не хватает, чтобы вот этот товарищ там влез. И вот это уже нехорошо. Ну, ладно мне-то, да, я теперь живу, в принципе. Но у него будет там атеросклероз какой-нибудь, там ишемическая болезнь, диабет, там все на свете. Ну и он же меньше проживет. Ну, насколько я знаю сейчас по статистике, в США, по-моему, такая статистика была, из ожирения помирают больше людей, чем от курения уже. Вот, и затраты... Шродов, какие требования еще, кроме роста и веса у тебя к девушкам? Ну, блин, ну, слушайте, попасть в диапазон от 40 до 60 может каждая. Ну, и по росту, ну, не выше меня быть. Тоже не самый, да, тяжелый диапазон, на самом деле. То есть, серьезно, ну, быть метр семьдесят пять максимум, короче. Выше метр семьдесят пяти мне уже немного дискомфортно, наверное, будет. Ну, лицо должно быть не кукольное, но интересное. То есть, я не очень люблю, знаете, клонированных девушек, не очень люблю клонированных девушек. Люблю девушек, у которых есть какие-то особенности, там, не знаю, ну, мне нравятся всякие носы интересные, прикольные, там, с горбинкой, с какой-нибудь, там, не знаю, вот у Лусины прикольный нос, вообще много у кого прикольные носы, классные носы, это круто. Но и при этом, чтобы не было слишком кукожно, ну, то есть, какие-то интересные черты в лице мне нравятся. хорошее такое нейтральное лицо спокойный какой-то мне на носу горбинка там глаза интересные какие-нибудь взгляд интересный вот что-нибудь такое здравоохранение официально они там все считают у них борьба с ожирением больше затраты чем с курением ну вот ну еще хорошего то и в обратную сторону к что же фигня то есть если человек такой тощий что уже там помирает анорексия тоже такой случай то тоже ну как бы он просто помрет у нас должны быть какие-то калории в организме чтобы существовать но у нас есть пределы нормы поэтому оба предела это плохо будем либо разводить детей в инкубаторах не исключено ну в принципе детские сады и ясли это и есть в общем-то инкубаторы по большому счету но есть такое и это выигрышный вариант на самом деле когда выделяются отдельные персонажи которые следят за значит потомством до остальные могут что-то продуктивно делать геновидных собак стать так сделано у них есть специально выделенная самка которая пасет детенышей этих до щенков остальные бегут на охоту родились эти щенки условно говоря ли дети они родились нормально а если вообще без участия как бы других особей и рожать и и разводить ну прям там в пробирке выращивать ну теоретически это возможно вопрос зачем но то есть принципе может быть до этого и дойдут от но чтобы женщин не не было больно например то есть можно взять и избавиться от самой большой проблемы которые так или иначе связано с родами с тотальной болью с вынашиванием на протяжении огромного количества времени лысины вроде жива она там своим парнем путешествует по россии я в инстаграме иногда поглядываю кукол дилусины в инстаграме а вот так вот можно же просто рожать под наркозом чтобы больно не было нахуя не подлогов но роды но только не можете 9 месяцев под наркозом провести уже понимаете не подлогов то есть у беременности очень много любовь гречко 10 9 наверное 10 у меня только александра шадова шеффилдмонг александра шадова круче чем любой гречко прость простите понимаете в чем дело ну не знаю что я просто пробирки можно растить уже будет наверное совсем скоро может быть будут специальные пробирки в которой можно закупить перед беременностью и просто высовывать туда зародыш все засовываться садишься блять на него он засосывает засасывает себя зародыш и выращивает ну не подлогов они не только кайф испытывают у них еще вообще но у них настроение сносит нахер напрочь них голова просто течет в ад поэтому я думаю беременность это скорее негативный процесс чем позитивный и я наверное полагаю что он стоило бы как-то многие бы захотели большинство людей возможно женщин которые сейчас боятся рожать детей потому что будет больно потому что будет плохо для здоровья потому что может как хуйня случится неожиданного женщины не все хотят рожать виду этого но они могли бы согласиться если бы были пробирки вот вот как то так потому что более того это повысит возрастные категории для рождения ну в меньшую эту сторону вряд ли конечно вот в большую да то есть если вам в каком-то возрасте в старости уже ну не круто вынашивать ребенка там лет сказать скольки с 35 40 лет уже возможно вам поздновато до выращивать в себе вынашивать ребенка пробирка с этим справиться у нас сейчас такая проблема мы уничтожаем окружающую среду из свою экологическую нишу быстрее чем можем приспособиться чисто физически у нас длина поколения 25 лет а уничтожаем мы каждый день все это дело и может так оказаться что мы не сможем жить вот в этом бардаке который сами же устроили и тогда нам придется выводить себя какого-то нового способного жить среди вот этого пластика там какого-то ужасного газа я не знаю да всякой химии и тогда нам придется себя в пробирках выращивать потому что родить такого мутанта да уже естественно путем просто технически не получили мы тупо вымрем как вариант ну а ограничивать потребление что пока никто не торопится вот пока мы с вами сейчас болтаем там 10 минут до сколько мы сожгли ресурсов страшно подумать но все расчеты есть что там одна минута интернета сжигает там несколько гектаров леса такое но если в дрова допустим перевести ну почему не на дровах у нас компьютера но тем не менее вот и поэтому у нас как бы шансов немного прям скажем поэтому может быть нам придется приветствую ализабет рад вас видеть что-то давно вас не было приветствую вы мне тоже это кажется дичью эусимиям на отсутствие нашего хвоста да тоже бы показалось дичью а каким-нибудь там репедистиям ранним завтра данного ника казалось бы просто бредом и какой-то жуткой и непонятной мутацией ну а нам сейчас все нормально нормально так что может быть потом будут вылупляться там в каком-то инкубаторе это будет естественно со собой может быть да один партнер на всю жизнь это противоестественно но вообще нет у нас у высших человекообразных обезьян такого жестко определенного вот этого семейного распорядка все строго ряня до согласен может быть как и моно ты из поняли так и поле ты из шучу то есть у нас все все доступно как ни странно так получилось что человеку доступны все формы взаимодействия пар троек четверых там пятерку чё хочешь но тенденция есть так называемые последовательные полигамии или серийные моногамии это когда в каждый конкретный момент времени пара он а муж жена странно звучит но тем не менее а соответственно спустя некоторое время тоже парочка но состав поменялся и как минимум один индивид уже другой а может уже и два других но они могут несколько раз уже поменяться и судя по тому что мы знаем о острове т.к. неандертальцев всяких там гильдобергенцев кому-то еще у нас это тоже самое и в большинстве человеческих популяций современных такая же система но если посмотреть ну что значит большинстве что значит большинство исламская популяция как вам очень большая там немножко по-другому я снился элизабет или джон до или нибудь вагоп что я где что я делал на статистику нам свадеб и разводов чудесным образом там развода получается не больше чем свадеб математически вроде не должно быть но тем не менее местами есть вот она так вот выходит вот так что у нас нету жесткого распорядка никакого вообще-то может быть и всякой разной и полиандрии полигамия и все что хошь но можно чем монахи уйти и скиту сидеть там одиночестве вот но последовательная моногамия это вообще как бы наша базовая версия современная цивилизация создана белыми мужчинами как вам кажется как могут феминистки нет это отрицать ну как они-то могут угодно но это тоже там что белые мужчины черная белых женщин в то время не было то есть они потом прилетели с марса что ли или чё то есть вот эти белые мужчины они что значит они создали но они в одиночестве бы вопрос да чё нахуй за какие белые мужчины чуть темнокожих мужчин не было средних кожах не было какие белые мужчины я даже не верю что европейскую цивилизацию создали только белые мужчины тут посложнее ситуация будет на самом деле у нас были но и но если брать какую-нибудь америку да там может конечно эти начальники это были белые мужчины тут спорил ну вот на верху не были жена во вторых на но во вторых без не белых мужчин возможно не вы ничего вы не создали как-то так плантация кто работала чьими руками создана я думаю на плантациях много кто работал ну да ладно и там европа какая-нибудь да там на венецию строили сами итальянцы что ли своими руками там рабы строили белые были конечно но кого-то они из африки тащили я черепа негроидные видел погребениях рабов античных нужно неважно это там условные годы какие-то там вот аж до туда тащили негров и их руками в том числе все строилось вот ну начальниками этот момент там не были уж точно вопреки всяким сериалом сейчас модного тем английским прикольным где там эти королевы негритянки но это конечно бред все но они тоже это делали а кто угодно можете настроить джон а в более позднее время когда уже там мало-мальское какое-то равенство все-таки появилась ну никто не мешало не запрещала это свой вклад сделали сделали плане себе но сейчас например я про антропологов сказать полным-полно негроидных антропологов бредово звучит конечно но как бы если так что ну так вот до исторически получилось хотя но я уже сделал вывода цивилизация если взять египет например да как источник многих наших элементов цивилизации но там они такие мягко говоря не очень были местами европеоиды ну там переходные они конечно не не чистые негроиды конечно но это такая вот эфиопская раса и завершающий вопрос что нас ждет после смерти ну чисто физически распад и разложения наши атомы разлетятся и станут чем-то новым ментально вот что вы делаете то и ждет то есть ну многие вот религиозные люди упывают упирают на то что если нет жизни после смерти то тогда зачем жить вообще-то как бы природе все взаимосвязано это как вы жили влияет на будущее вас лично не будет и меня лично тоже не будет но во первых наши тела станут чем-то новым ну там условно травой да там свой пел про это дело и принципе это философия вполне работает а во вторых все наши действия они имеют последствия как хорошие так и плохие для нашего потомства а потомство должно быть она есть более того в школе учится и соответственно если мы ведем себя хорошо потом тоже будет хорошо если мы сидим нехорошо ему будет нехорошо и будущего не будет как такового и мы через 300 лет выберем о чем мы начали говорить поэтому надо вести себя хорошо без научно всяких религиозных там этих постулатов а просто потому что это физически выгодно и нам тоже потому что этот потомство это и есть мы мы как умрем вы знаете у кого самый низкий стат удачи пока у вангеров ладно до этого было упрощение васила самый низкий стат удачи но элизабет решила перекинуть 200 рублей да то есть половые клетки они бессмертные по определению и наши атомы наши деяния наши мысли они продолжаются в будущем будущее мы создаем в данный конкретный момент спасибо вам большое канал без претензий 485 подписчиков серьезно серьезно что господи у него что у него 494 подписчика окей у него дохуя у него мало так подписчиков хотя видосы с кучей просмотров есть и на нек vision и и Продолжение следует...